Издательство Эксмо Марина и Сергей Дяченко На площади, куда выходило окошко моей камеры, строили деревянное сооружение. Строили тихо, стараясь никому не помешать, визгом пилы или деликатными ударами молотка, вгоняющего гвозди торопливо, с какой-то виноватой суетой. Конечно, строили помост и плаху. Для меня. Дом Я проснулся за минуту до петушиного крика. В комнате светало, и предметы выступали из сумерек, будто поднимались из глубокой воды. Деревянный шкаф, похожий на обомлевшее чудовище. Синий фарфоровый кувшин и жестяной рукомойник. Кресло с потертыми подлокотниками. Круглый стол на шести гнутых ножках. Я протер глаза, пытаясь сообразить, когда уснул. Час назад. Два часа. Петух на флюгере разразился воплем. Когда-то он кукарекал хрустальным голосом, но с тех пор прошло больше ста лет, и механизм давно сломался. Теперь петух ревел, как сумасшедший бык. Завывал на разные голоса. Под этот войп просыпались мы с братьями, а до нас наша мать, а до нее дед Микель. Славную торговую семью Надир основала прабабка Лейла. Она же построила этот дом, она же посадила на флюгер медного петуха, уже тогда слегка неисправного. На кровати у стены завозился младший брат Рамон. Из-под полога в дальнем углу показалось сонное лицо старшего брата Эда. Из года в год мы втроем жили в одной комнате и никогда не говорили друг другу доброе утро. Не потому что ссорились. Просто крик медного петуха отбивает всякую охоту разговаривать. Эд первым прошлепал к умывальнику, и пока я уговаривал себя спустить ноги на каменный пол, брат успел израсходовать половину воды из кувшина. Он был старше меня на два года, но ростом мы уже сравнялись. И в хорошем настроении иногда тузили друг друга. Но ни с утра же, ни в понедельник, ни перед школой. Я отправился к умывальнику в свою очередь, и вода пролилась мне на макушку. Зажмурившись, можно было представить, что ты нырнул в лесное озеро и плывешь, не зная горя. Я едва удержался, чтобы не вылить на себя все до капли. Рамон, которому положено было умываться последним, посмотрел на нас укоризненно. Петух замолчал. Наступила тишина, будто уши отвалились. И только через минуту сделалось слышно, как внизу, в столовой, играет медовую музыку шкатулка дедушки Микеле. Дед прожил долгую жизнь. Он заложил основу того, что теперь называется благосостоянием семьи Надир. В детстве благосостояние представлялось мне огромным мешком пуховых подушек. Я часто слушал разговоры за столом, почти каждый вечер задремывал в кресле под строгий голос деда Микеля. «Я заложил основы благосостояния семьи, а вы подрываете его». В полусне мне представлялось, как мои отец и мать растаскивают подушки из мешка, потрошат их и зарывают в мягкую землю. Дед умер несколько лет назад. Хорошо бы не ходить в школу. Я долго уговаривала мать разрешить мне бросить учебу. Мать была непреклонна. «У нас семья», — говорила она, «это накладывает обязательства». Если кто-то из детей не получит аттестат, что скажут потомки? Хуже, что скажут предки? Что скажет Лейла, мертвая ведьма? Мертвой ведьмой прабабушку Лейлу прозвали еще при жизни. Глядя на ее портрет, висевший в гостиной, я всякий раз заново понимал — нельзя бросать школу. Пусть знания мне не пригодятся, пусть это пустая трата времени, я должен получить аттестат, если хочу жить. Предки были похоронены перед домом, на лужайке. Плохими ночами, когда выла буря или кто-то из домашних болел, или после крупной ссоры, предки поднимались из могилы и начинали бродить по дому. Грохотала мебель, раскачивались лампы и гасли свечи. А однажды я встретил прабабку Лейлу в детской, в моей кровати, и очень долго потом боялся темноты. Думаю, предки не желают нам зла. Они наставляют нас и поучают, указывают, предостерегают, короче, воспитывают теми средствами, которые доступны покойникам. По-видимому, нам следует быть благодарными. Мы с братьями оделись. Эд первым спустился по скрипучей лестнице, а за ним, по старшинству, я. За мной молчаливый Рамон. Завтрак уже ждал нас на столе. Каждому по тарелке каши и поламтю хлеба с медом. Во главе стола восседала мать, сухая, прямая, с гладко уложенными седыми волосами. Родители успели состариться к тому времени, когда началась моя юность. У нас не было служанки. Мать говорила, что в наши времена невозможно отыскать девушку, соответствующую требованиям рода. Но на самом деле нанять прислугу не позволяло прохудившееся благосостояние. Через день к нам приходил деревенский парень, чтобы присмотреть за садом. Да раз в неделю прибывал торговец с тележкой продуктов. Все прочее по дому мы делали сами. Вернее, делал отец. Настало утро, и семья за столом. Звучным голосом сказала мать. «Пусть предки благословят наш стол и очаг». Анри, сядь. Отец послушно сел рядом с ней. Сколько себя помню, отец всегда подчинялся матери. Он не был надир. Его взяли в семью, как любил повторять дедушка Микель. Его тщательно изучали, испытывали, выбрали среди многих претендентов. А он не оправдал доверия. Когда груз обвинений, обычно приводимых за ужином, становился совсем уж непосильным, отец робко возражал. «Но ведь я старался как мог». Мать тогда смотрела на него, и он умолкал под этим взглядом. Отец был потомственный маг старого аристократического рода. Пока его предки владели обширными наделами, магия процветала, и чародеям вольно было расхаживать в шитых золотом плащах, вызывая общий страх и восхищение. Но род обеднел, и оказалось, что хваленая магия без деловой жилки ничего не стоит. Мой отец, сколько его помню, заменял в доме кормилицу, няньку, дворецкого и десяток горничных. Иногда ему удавалось зачаровать лисиц или белок. И те прибегали из леса помогать по хозяйству. Сколько посуды они перебили, сколько ковров изгадили в ходе уборки, уму непостижимо. Справа и слева от меня стучали ложки. Это рамон ели быстро. Каша, дожидаясь, нас успела немного остыть. У меня совсем не было аппетита. Я только хлебнул воды, холодной, с осколками льда. Через полчаса, самая большая час, на меня нападет жуткий голод, забурчит в животе, я буду маяться и жалеть о недоеденной каше. Но сейчас кусок не лезет в рот. «Леон, если ты не съешь завтрак, ты не получишь в школу обеда». Ровно сказала мать. «Это поможет тебе к ужину нагулять аппетит». Я сунул в рот огромную ложку каши, и она слепила в единое целое язык мой, зубы, губы и, кажется, даже гланды. Никогда бы не поверил, что смогу проглотить этот липкий комок. Снаружи во дворе ударил колокол. «Вот и карета», — пробормотал отец. «Леон, ты плохо выглядишь. Не выспался?» Я ответил что-то, не открывая рта. «Идите», — разрешила мать. Мы с братьями одновременно поднялись из-за стола. Я на ходу боролся с кашей. Мешочки со школьным обедом лежали на столике у двери. Нам с Эдом побольше, Рамону как малышу поменьше. Здесь же у стены стояли заранее собранные школьные саквояжи. «Мы уходим из дома, собираясь вернуться», — сказал Эд, коснувшись рукой порога. Его слова в один голос повторили мы с младшим братом. Карета стояла посреди двора, перед ней замерли две лошади. Невообразимо старые, огромные, обе слепые. Много лет они таскали школьную карету в один и тот же час по одному и тому же маршруту. Им не нужен был возниться. Экипаж, вмещавший пять десятков детей и подростков, казался замком, разваленный, вставшим на колеса. Эд не без усилий открыл дверь. Звонко ударила жесть. Моего брата стукнул полбужестяной ковш на веревочке. Грохнул смех изнутри. Я взобрался по лесенке вслед за Эдом. Тот уже тряс, ухватив за волосы растрепанного бледного мальчишку по имени Ойга, известного злого шутника. «Это не я! Отпусти! Это не я!» — вопила жертва. Эд молча отшвырнул мальчишку. Прошелся вдоль ряда сидений, время от времени отвешивая оплеухи. Кто-то притих, кто-то в полголоса возмущался. Я двинулся по проходу вслед за братом. Последние недовольные голоса стихли. «Сопляки паршивые!» — сказал Эд. Он никогда не ругался. Просто называл вещи своими именами. Карета тронулась. Мы с братом уселись сзади, где лучшие места были отданы старшим ученикам. За нами пришел и Рамон, тихо сел с краю и уставился на дорогу сквозь мутное окошко. Карета выкатилась на дно ущелья, и ее огромные колеса стучали теперь по валунам на дне мелкого ручья. Мы с братьями всегда держались сообща между собой. И отдельно от прочих. Поэтому нас не любили в школе. Но боялись, потому что вместе мы были сильны. Кроме того, мы втроем наследовали семье Надир. А кто такие Надир, в наших краях знал даже самый маленький и глупый ученик. Школа. Наше с братьями будущее определилось в раннем возрасте. Нет, никто не пытался предсказать нашу судьбу. Нам просто выдали поручения, распределив их таким образом, чтобы больше пользы принести семье. Эд, мой старший брат, должен был прилежно учиться и всю жизнь заниматься наукой. Он сделается академиком в лучшем университете. И тем прославит семью Надир. Рамону, младшенькому, предстояло стать отцом семейства. Его предполагалось женить сразу после окончания школы. А я, средний брат, должен был обеспечить благосостояние всех этих планов. Иначе говоря, зарабатывать деньги для семьи и вести свое дело. Мой старший брат в самом деле очень умный. Каждый день он делает два домашних задания. Свое и мое. Да еще иногда помогает с уроками Рамону. Они отлично ладят между собой, мои братья. Иногда мне кажется, что Рамон — уменьшенная копия Эда. Оба медноволосые, длиннолицые. Только Рамон щуплый и по-детски узкоплечий. А Эд уже мужчина и сложен по-мужски. А вот я на братьев не похож. Волосы у меня светлые, почти белые, лицо круглое, глаза наивные. Иногда, глядя на себя в зеркало, я думаю, что, наверное, я дурак. Во всяком случае, выгляжу дураком. Эд говорит, что это даже хорошо для делового человека, если с виду он кажется простодушным. Мне 16 лет, но у меня уже есть свое дело, и я им горжусь. Мой отец хоть и стал частью семьи, так и не смог смириться с нашим, как он говорит, торгашеством. Помню несколько их стычек с матерью. Отец тогда доведен был до отчаяния и говорил очень смело. «Маг — это не профессия!» — цедила мать. А он бледнел, надувался, как индюк, и еле слышно кричал. «Торгаши! Купи-продай! Мой дед одним заклинанием превратил купца в лягушку!» На самом деле, его дед-волшебник даже главастика не смог бы превратить в лягушку. Во всяком случае, так говорила мать. «Помню, как отец смотрел на меня, когда я заявил на семейном совете, что открываю собственное дело. Мать обняла меня и расцеловала. Впервые с тех пор, как мне было пять лет. Но вот отец...» Карета остановилась перед зданием школы. Мы дождались, пока выгрузится младший, и когда карета опустела, вышли вместе со старшими учениками. Неторопливо, с достоинством. Здание школы было сложено из каменных глыб и снаружи походило на огромную статую черепахи. Изнутри открывался зал, гулкий и просторный, под высокими сводами. В нем особым образом распространялись звуки. Голос учителя слышался всем, даже если учитель переходил на шепот. Также разносились другие звуки с кафедры. Шелест страниц, скрип кожаных переплетов и кашель или бурчание в животе, если учителю не здоровилось. «Мы с Эдом сидели в крайнем левом ряду, со старшими учениками, а Рамон в центре, со средними». Ударил гонг. «Мы сложили на учительский стол тетради с домашним заданием, у нас с Эдом почти одинаковый почерк. Учитель знает, наверное, что я не сам делаю уроки, но закрывает на это глаза, и я получаю раз за разом оценки крест и звезда. А больше мне и не надо». Это иногда получает сердце, но редко. Учитель к нему придирается. А Рамон разгильдяй. Иногда мне кажется, что он получает оценки случайно, выбрасывает их на удачу, будто кости. Гонг ударил дважды. Мы уселись на места, раскрыли саквояжи. По расписанию, первым уроком у старших была стереометрия. Пробил третий гонг. Под сводами наступила тишина. Полнейшее. Даже малыши, правый ряд, затихли. Учитель вышел из боковой двери, призимистый, квадратный, налегая всем телом на трость, проковылял к своему месту. С трудом выпрямился. Мы услышали сперва тяжелое дыхание, потом резкий, с металлическим тоном голос. Доброе утро, мальчики, отроки, юноши. Внимание, мальчики! За время, пока бежит песок в моих часах, вы должны составить 10 уравнений с числами 5, 8 и 63. Переменная «Феникс» и решить их. Внимание, отроки! За время, пока бежит песок в моих часах, вы должны написать сочинение на тему «Праздность, мать бедности» объемом не менее 100 слов. Внимание, юноши! Мы продолжаем тему порталы. Сегодняшнее задание будет посвящено призывающим, или, как их иначе называют, порталам-ловушкам. Ведите конспект, я проверю. Голос учителя взмывал к потолку и дробился эхом. Его тонкая морщинистая рука перевернула песочные часы. Краем глаза я видел, как Рамон склонился над грифельной доской. За сочинение он всегда получал, если не сердце, то, по крайней мере, звезду. Младшим и средним не будет мешать голос учителя, толкующего пропорталы. Они привыкли. Это считается полезным навыком, умение сосредоточиться, не отвлекаться на постороннее, следовать точно к поставленной цели, работать на результат. Грифель, лежащий на краю моей доски, раздвоился. Я едва удержался, чтобы не клюнуть носом. Эд предостерегающе толкнул меня в бок. Он-то знал, как мне всегда хочется спать на первом уроке. Я полночи провел в мастерской и вернулся домой почти перед самым рассветом. Портал из категории усложненных земля-земля, предмет-человек. В качестве приманки используется вещь, принадлежащая человеку, либо отторгнутая часть его тела, включая остриженные волосы, ногти, вырванные зубы. Начертание знака похоже на уже известное вам начертание портала пути. «Первое кольцо повторяет узор полностью». Краем глаза я видел, как Ольга, вихрастый бледный парень, которого этот таскал в карете за волосы, приподнялся на своем месте. Мой брат Рамон, сидящий прямо перед ним, вздрогнул и резко обернулся. Вихрастый сделал невинное лицо. Рамон снова склонился над сочинением. Ольга забормотал без звука, потом сложил губы трубочкой и снова приподнялся на скамейке. На этот раз я успел заметить металлический блеск между его зубами. Будто серебряная иголка отразила яркий свет. Рамон подпрыгнул на месте и еле удержал крик боли. «Рамон, Надир!» Мой брат вскочил. «Два оборота часов после занятий!» Рамон промолчал. Ольга за его спиной не улыбнулся, хотя видно было, что сдержанность дается ему с трудом. «Рамон»